То есть всё, можно начинать, да? Слышно всё? Да, всем услышно. Так, а у нас какой рекламник? Сколько минут на выступление? Как вообще начинать? Давайте минут 20-30, да? 20 минут, наверное, достаточно. И обсуждение потом. Перебивать будем или нет? Выслушаем полностью. Ну, можно перебивать, потому что... Есть вопросы. У меня, честно говоря, всегда такая проблема, как вкратце представить то, что охватывает вообще всё многообразие вещей в мире. Я, кстати, последний раз с Питером общался тоже в феврале, в 2011 году, когда мы такой же делали скайп-трансляцию с философским кафе. Это где-то 5 февраля было, я на днях её пересмотрел. Ну, в принципе, всё, что тогда было сказано, оно не устарело. Правда, не совсем понравился уровень тех вопросов, которые мне задавали на понимание. Поэтому вот в тот раз я давал такой предварительный текст, конкретизирующий то, чем я занимаюсь. Я вот не понимаю, не знаю, в этот раз тоже мне такой текст представить или ввести какие-то общие понятия, а потом... Я думаю, что в тексте уже поздно. Значит, текст уже поздно, да? Да. Ну, я думаю, что все с книгой познакомились и хоть как-то её посмотрели. Она, конечно, всю эту теорию не раскрывает. Это всего лишь такая затратка для читателей. И я в ней не собирался всего-то рассказывать. То есть будут последующие книги, и сама концепция, она будет развиваться в последующем. Ну, вот первая затратка такая есть. Философия антиязыка, по моему представлению, это самостоятельный раздел философии, который во многом наследует, а во многом отрицает философию языка, как другой раздел философии. Ну, прежде всего, значит, что такое философия антиязыка? Это раздел философии, предметом которого изучаются... Предметом которого является изучение предпосылок семитической номинации и человеческого опознания, и пределов человеческого опознания. Будут все-таки понятия, как антиязык, антислово, принцип изначального опоздания и много других семитических, лингвистических, философских понятий, которые эту сферу покрывают. Поскольку я по первому образованию являюсь филологом, то мне эта тема была очень близка, и все эти межрисциплинарные связи между проблемой выражения номинации я увидел, схватил, поэтому мне в этом смысле работать намного легче, чем тем философам, которые изначально философское образование, а затем везут филологию, лингвистику, семиотику и так далее. Значит, исходная посылка, которая здесь может быть озвучена, звучит следующим образом. Значит, репрезентация никогда не может быть элементом настоящего. Она не существует в жизни мира и потому всегда запаздывает по отношению к ней. Выпадение из настоящего времени не позволяет знаку обслуживать, фиксировать, репрезентировать в присутствии человека при жизни мира. Таким образом, существование знака лишается смысла, а знак, в свою очередь, полностью сам себя дискредитирует. Я немножко вначале волновался, но это волнение связано с технической стороной вопроса. Сколько бы мы ни старались устранить вот эту задержку во времени, сделать сообщение максимально синхронным, это задача не только технически недостижимая, но она и противоречит всем фундаментальным современным физическим законам. То есть мы изначально общаемся с какой-то задержкой. Поэтому при означивании, которым мы пользуемся, выражаясь в своей мысли, при ему подсветке, мы вынуждены означивать, прибегая к знакам, к разным каким-то символенным формам, в природе которых лежит запаздывание. Мысль изрекаемая, она изначально уже запаздывает к тому, чему изрекается. То есть, если вспомнить эту известную традиционную сасюровскую триаду, референт, означаемое и означающее, то получается такая ситуация. Означающее запаздывает к означаемому, а означаемое запаздывает и. То есть не выразить смысл, не описать адекватно то или иное понятие мы не в состоянии, поскольку настоящее от нас всегда ускользает. В прошлый раз, не думаю, Мусмулянский задал такой вопрос о том, что я не так понял, жаркая березда, неправильно проинтерпретировал соотношение этих двух сасюровских понятий. Он мне сказал, значит, ускорить то, что березда, наоборот, означающее все время на самом березде, то есть оно постоянно заслоняет с собой то, что хочет выразить, поэтому о таком запаздывании может идти речь. О как раз о прямом запаздывании идет речь, поскольку это означающее и вынуждено кричать, вынуждено себя ставить на первое место, вынуждено вот таким имитирующим способом прикрывать то, что оно не выражает. Когда люди общаются, они обмениваются, по сути, пустыми знаками, вынуждены обмениваться, поскольку то, что выражается, уже устаревает к изначальному запуску. Ну, несмотря на то, что этот принцип, который все объявляют, он, конечно, сам подвержен критике, и в рамках философии антиязыка я пытаюсь с разных сторон подойти к нему, привести какие-то исключения, поставить самый какой-то принцип под вопрос. И до сих пор я в активной позиции так и не пришел. То есть оно настолько многогранное, что связь между бытием и сущим, между присутствием и отсутствием оставится под вопрос, но на уровне того, что наш современный естественный человеческий язык, в каких бы изводах он нам не понимался, будь он английский, русский, французский, как угодно, все эти естественные языки не в состоянии выразить все то бытие, которое нас окружает. Более того, есть такие областы бытия, такие регионы бытия, которые наш человеческий язык в принципе не может адекватным образом выразить или выражает это каким-то косвенным образом. Вот как те подворки, те кастыри, которые мы используем при общении с другими людьми. Поэтому по своему замыслу, по замыслу, по такому описательному, систематизации всего того, что невыражаемо в языке, моя философия и мой проект может быть претендуют на такой феноменологический пафос. Я понимаю, что у вас на философском штурме есть такой небольшой задел для утилизации всех таких пафосных философий, ну, я думаю, что сегодня вам это не удастся. Мы посмотрим. Может быть, я заранее так атакую. То есть, вот этот весь общий пафос я высказал, принцип определил. Теперь конкретик подойду. Значит, вводится понятие антислова и понятие класс антислов. Ну, то есть, поскольку термин антиязык, он заимствован у меня, заимствованной у Кёдора Ивановича Киренка, хотя и этот термин в его контексте не является авторским, он использовался в лингвистической литературе у американского лингвиста Холиде для обозначения субязыка или языка какой-то закрытой социальной группы, которая известна только ей, никому другому. ну, чтобы в своем руке быть коллекта такого языка субкультуры. В моем понимании под этим языком подразумевается очень многое. Это такой многогранный термин, который, с одной стороны, мне нравится, а с другой стороны, я понимаю, что критики, которые выступают против меня, пользуются этой его многогранностью и отыщут мне пальцем в одном аспекте, в другой и в третий. Вот сам по себе наш естественный человеческий язык в таком негативном смысле и является антиязыком. То есть он не позволяет присутствовать при настоящем мире и с помощью своей знаковой субстратности выражать вот эту самую бытийную субстанцию. То есть с точки зрения вот такого буквального понимания антиязык — это негатив, это отрицательный язык, который не позволяет человеку выразить мысль в ее девственности, в ее аутентичности, в ее адекватности истине. Это с одной стороны. В этом смысле антиязык используют разные теологи, Эйпштейн, даже придумал какой-то корпус антислово года. Ну, все это, вся вот эта такая околофилологическая славообразовательная конъюнктура к моему понятию не имеет никакого отношения. Во-вторых, то есть с одной стороны, теперь с другой стороны. С другой стороны, под антиязыком я понимаю своего рода универсальный, идеальный язык, который бы не просто фиксировал те области бытия, которые не выразимы с помощью обычного языка, вот того антиязыка в отрицательном смысле этого слова, а возможность как-то компенсировать вот сам этот принцип начального опоздания и общаться с бытием, общаться с другими людьми, общаться с самим собой, со своими мыслями без посредничества знаковой оформленности или какими-то иными способами, которые ни мне, ни другим еще неизвестно, но которые будут вот в таком понимании я и трактую антиязык. Но если приводить к метафору, она может быть многим известно, это метафора айсберга, надводная часть, которая показывается из воды, это то, что в состоянии выразить современный естественный язык, подводная часть, невидимая часть, это то, что в состоянии выразить антиязык. Где он начинается, где он заканчивается, это неизвестно. Так, это по поводу тех. Теперь по поводу антислова. Что такое антислово? Ну, антислово тоже имеет разные трактовки в зависимости от того, с какими антисловами мы имеем дело. То есть, антислово определяется в зависимости от класса антислова. Класс антислово выделяет ту или иную часть непонимованного, неимуемого путия, которого он косвенным образом описывает. И единицы, которые входят в этот класс антислов, они имеют свою специфику. Там, от математической специфики до чисто лингвистической. В это надо уже приводить конкретные примеры таких антислов. Приведу простой пример из лингвистики, из такой науки, как этимология. Если мы возьмем все современные этимологические словари, где реконструированы формы слов, проопороны, как называемые, или этимоны, лингвистически говоря, то самый антологический статус, он и будет поставлен мной под вопрос. Он и самими лингвистами ставится под вопрос, но не так принципиально, как это мог бы и сделать философ. О чем я, собственно говоря, и настаиваю. Они это реконструируют, они это разными сравнительно историческими методами получают, но то, что они получают в форме современного произношения, начертания или самой реконструкции является антисловом. То есть ни доказать, ни опровергнуть это слово, которое построено, оно не может. То есть оно в современном языке или в языке лингвистики получает статус антислова. Я придумываю для таких классов антислов соответствующие названия. Это один из примеров. То есть главное это прояснить антологический статус тех языковых единиц, которые мы используем в разных ситуациях. Другой пример касается например тех же самых реконструкций древних языков. когда мы зная письменность, зная начертания пытаемся воспроизвести фонетическую звуковую 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 язык. То есть буквально понять и реконструировать как или иные названия имена имена собственные звучали в далекие времена. И сама эта покупка реконструкции она тоже приводит нас к понятию антиязыка и антислов потому что мы получаем пригласовки например консонантного чисто согласного письма в нашем современном языке может стать лишь антислово. Это реконструировано, имеет какую-то долю вероятности, но со стопроцентной уверенностью мы в этом быть не можем. Мы в этом уверенно быть не можем. Однажды я был на лекции у академика Залезняка, который в настоящее время является наверное самым крупным российским лингвистом и после лекции он разбирал из реконструкции то есть лингвисты любят на разных этапах существования языка приводить те или иные формы и возводить все эти формы формы которые они вообще своих методов восстанавливают. Так вот на примере французского слова слово жизнь он восстановил все эти формы причем формы которые зафиксированы уже в средневековых словарях когда он пришел к современному написанию очертанию произношению слова жизнь французский то я и задал вопрос в каком из этих этапов периодов это слово обладает максимально онкологической значимости получается что только на том периоде когда мы знаем как оно пишется как оно произносится как оно вообще понимается как осмысливается и какой у нее контент на уровне письменных периодов когда эти слова зафиксированы в словарях но нет транскрипции то есть реального произношения этого слова статус таких слов является антисловом мы можем говорить о том как они произносились но полную уверенность у нас поэтому даже на современном этапе говоря о современных словах мы вынуждены им также давать статус антислов поскольку они подвержены принципу изначального опоздания и даже зная как они пишутся как они произносятся какая у них словесная опорная все это знание все равно позволяет нам использовать их адекватно в настоящем времени их знаковая природа не позволяет нам использовать их по назначению это был второй пример он конечно связан с первым примером какие-то еще дополнительные примеры я наверное приведу уже в дискуссии в вопросах всего таких классов антислов нареконструировано открыто более двухсот они очень разные и если так посмотреть с точки зрения чисто лингвистических то все конечно можно свести к систематизации к экологизации классов антислов но с точки зрения философии расширительной это такая громадная проблема о которой я собственно говоря пишу в книге она касается очень многих областей и вот по своему папосту она конечно больше близка к гусариске феноменологии которая как проект естественно не состоялась в будущем чересчур идеализированный но своему папосту она близка и на книге вот наверное такое выступление прошло жил 20 минут да да у нас я не понял немножко вот я так понял что классическом филологическом смысле антиязык это грубо говоря фения вот у нас есть обычный обычный язык есть уголовная фене это тот язык который нет это не в моем смысле это в лингвистическом смысле я пока не пошел в смысле под языком понимается субъязык или такой язык субкультур ну вот например зрения уголовный уголовный язык по большому счету в общем-то его все понимают на самом деле если ты с ним первый раз столкнулся то он конечно закрыт иногда непонятен бывает то есть получается что фене это вот это пример антиязыка в лингвистическом смысле да да но не в моем ну не в вашем то есть с точки зрения моей философии этот уголовный язык настолько настолько же онкологически беден как и обычный наш язык который мы используем ничего принципиального в нем нет да я понимаю смыслы другие контексты но с точки зрения вот этого принципа изначального опоздания он отзывайте нашим обычным языком да мне тоже так показалось а в вашем смысле тогда я может быть просто не не понял вот этот я смысл понимаю антиязыка а в вашем смысле антиязык он тогда что я же сказал с одной стороны под антиязыком я понимаю саму эту невозможность нашего обычного языка присутствовать при настоящей мере репрезентировать выражать его поскольку все запаздывает потому выражение запаздывает потому что выражает я чему этот вопрос задаю потому что казалось бы так как вы говорите что все запаздывает у нас антиязык в отличие от языка он не может обладать свойство субстантности он может быть только некой отрицательностью это так? ну это вот с этой первой стороны а со второй стороны которая еще только предстоит разработке под антиязыком будет пониматься универсальный язык который какими-то способами самыми разными будет компенсировать это самое изначальное опоздание ну например телепатический язык который не использует звуковую сторону поэтому уже сокращает эти издержки на передачу мыслей непосредственно то есть как пример телепатический язык или язык чтения или язык на котором язык но это самый такой докончивый пример который я могу привести да ну вопрос как он состоит что либо тогда получается что это не язык то есть где в нем феномен антиязыка либо бывают языки различные такие-то такие-то русский литературный русский скажем фене что кстати тоже обладает художественными достоинствами и либо есть то что является принципиально не языком правда ли мы понимаем что в вашем смысле антиязык это не язык терминологии запутаемся язык как известно выполняет две функции коммуникативную и сигнификативную то есть он служит средством общения и средством выражения наших мыслей и в первом и во втором случае во всех этих двух основных функций наш естественный язык который мы в данный момент пользуемся он нам не позволяет присутствовать в настоящем приведу такой пример если бы мы проводили сейчас видеосвязь с нашими космонавтами на Марсе то запаздывание сигнала запаздывание коммуникации рассчитывалось бы 15 минут то есть вот эта задержка коммуникации она уже говорит о том что мы не можем присутствовать при изначальном вот этом пути при настоящем которое бы позволяло нам общаться таким образом когда бы мы игнорировали эти 15 минут устраняли эту задержку или каким-то иным образом передавали свои высли это с одной стороны с другой стороны та же самая задержка не позволяет нам именовать вещи адекватным этим вещам образом опять же исходя из той самой задержки которая не позволяет нам ухватывать эту сущность в настоящем вещей а вот например есть же язык жестов есть ритуальный язык не лингвистический язык а язык непосредственных образов как это соотносится с антиязыком языки жестов целиком базируются на естественном языке да они какие-то специфичные но вся смысловая контекстуальная наполненность полностью базируется на естественном языке то есть они созданы вторичным образом это искусственные настройки над естественным языком то же самое можно сказать и в отношении математических символовых языков которые также целиком базируются на естественном языке понятно что математики кизики работая на языке формул символов не прибегают к естественному языку но не зная этого естественного языка они не смогут расшифровать смысл простому смертному только посленным образом используя те же самые символы в математике и физике они используются для сокращения усилий для облегчения выражений то есть в обратном переводе с языка символов из математики и физики мы все равно вернемся к естественному человеческому языку и вот сама проблема в нем в том что именно он не в состоянии быть в примере при настоящем при бытии мы всегда имеем дело только сущим с опозданием с недоговоренностью каждый наверное из вас сталкивался и сталкивается с такой проблемой тогда поиск нового слова для выражения новой мысли слишком труден затратен продолжителен мысль ускользает слово подбираемое неадекватно и вот все эти муки для поиска нового слова выражения своих мыслей они и говорят о том что то чем мы пользуемся это несовершенно а мечта о совершенном универсальном языке всегда была философия ключевой идеей просто на самом деле есть как бы другая интуиция что изначально есть некого рода опыт в котором люди как-то с друг другом соотносят и как-то друг друга понимают а потом возникает язык который позволяет это соотношение понимания как-то параллельно коммуницировать как ребенок опять же ребенок сначала играет в игрушки а потом научается параллельно этому говорить что он берет игрушку относит игрушку поднимает ее то есть сначала то есть действие а потом язык а потом действие но опыт у всех разный каждый его по-разному выражает и я понимаю что принцип понимания исходится потому что вас поймет лишь тот человек на языке которого вы сможете выразить этот опыт а если вы используете собственный язык и он собственный то никакого понимания не будет или оно будет приближенным я же не говорю о том что мы понимаем какого мы достигаем какого-то понимания что вот сейчас общаясь через интернет мы что-то понимаем что-то не понимаем речь же идет не об этом речь идет о фундаментальном онтологическом статусе тех средств которые мы используем в коммуникации в означении во всем чем угодно задержка есть только в языке нет можно теперь другой взгляд на проблему да действительно положим что есть вот это изначальное опоздание которое мы обнаруживаем в знаке вот это фундаментальная задержка но мы читаем они допустим у того же Жака Деррида вслед за Хайд и Гремон об этом пишет но какие выводы допустим делает он насколько я понимаю он говорит не о том что язык так сказать каким-то образом дефективен недостаточен слаб не позволяет нам присутствовать в полноте настоящего он говорит о другом о том что в самой структуре настоящего присутствует это изначальное опоздание что метафизика присутствия как таковая которая была захвачена вся вся европейская философия является иллюзией и никакого никакой такой полноты бытия вот которой вы стремитесь да и соответственно хотите какой-то правильный язык для этого ее нет и знак выполняет ровно ту функцию которую должен выполнить и выполняет ее наилучшим образом да то есть блестящий язык как бы это блестящая вещь потому что он вот это он мог бы ведь это запоздание как-то затушевать действительно там как-то спрятать скрыть нет он он не дает вот этой нашей внутренней разорванности да вот этого нашего настоящего я он не дает окончательно скрыть вот другой как бы и в этой постановке вопроса непонятно что дальше делать да то есть все не нужно развивать никакой антиязык вот или суперязык потому что не потребуется никакой мне кажется темен антиязык вот в этом смысле но он не очень избыточный он содержит себе негатив я хотел бы еще развить эту мысль вы постоянно Алексей говорили о ВТМ и что мы не можем проникнуть а вот настоящий язык находится на уровне сущего а в принципе мы и живем на уровне сущего то есть если мы хотим проникнуть глубже нам язык не нужен мы обращаемся к медитации не живут в мире сущих голосов стремятся к бытию и к тому божественному языку к константному языку мы будем двигаться если мы предположим что мы двигаемся дальше и дальше к своей цели то мы должны придвинуться к молчанию вот молчание это есть антиязык а все движение молчание это непродуктивный цель потому что будучи лингвистическими существами мы даже в молчании будем говорить сами с тобой тогда лучше вообще не рождаться и говорить о молчании вся эта эмоциональная сфера духовных восточных практик молчания медитации все это непродуктивно и неконструктивно современные технологии они уже позволяют компенсировать эту самую запаздывающую природу нашего языка с помощью технологий чтения мыслей управления дистанционно да пускай это примитивные технологии но они уже во всю мощь развиваются и будущее как раз за такими средствами коммуникации которые будут исключать по возможности эту самую задержку и обеспечивать нам максимальное присутствие бытии не в онлайн а в онлайн потому что даже сейчас обеспечивая онлайн трансляцию мы вынуждены чисто технически решать вопросы о которых мы говорили на репетиции хорошо но можете пояснить все-таки а как же будет с этой онтологической структурой бытия человека разве она так как-то поправится ведь я по-прежнему вынужден буду самим собой во времени вступать в коммуникацию вот для чего как бы возникает не коммуникативный а сигникативный знак правильно я выражаюсь нет но знак обозначающий для того чтобы я мог зафиксировать что-то сам для себя сам для себя и в следующий момент времени когда я другой как бы уже тут замещу себя вчерашнего мог это все прочитать и чтобы смысл каким-то образом удержался и сохранился для меня во времени это большая проблема да вот и я вопрос вопрос в том насколько вы цените качество этого смысла или этого значения которое хотите передать и зафиксировать если в рамках такого среднестатистического потребительского подхода когда в принципе общее понимание достигнуто все остались довольны все остались с другой стороны при своем мнении то это один подход если мы говорим о том что философия наука это путь относительных истин приближающихся к абсолютной то есть путь уточнения корректировки настройки оптики адекватного истинного описания мира то это другой более такой ценный и долженствующий вопрос которому всегда и стремилась философия я же не говорю что современный язык не справляется со своей функцией он справляется благодаря языку мы достигли всех этих гигантских цивилизационных подвижек но когда мы переходим на иной уровень в микромир или в макромир он начинает сбоить он максимально описывает наше бытие на уровне нашего мезомира как только мы проникаем в другие области бытия он начинает сыпаться и становится неадекватным вот о чем идет речь хорошо а вот адекватность оператора языка человека оператора языка вы как оцениваете то есть действительно ли проблема в языке скажем так вот ставлю вопрос чтобы было просто отвечать вы признаете ли какую-то ущербность человека и его возможности выражать что-то да естественно естественно поскольку в качестве такого прототипа идеального языка я считаю атомический язык идеальный божественный язык то есть на каком основании адам давал имена животным растениям всем вещам которые его окружали то есть сам этот принцип номинации на адамическом языке состоит в следующем он давал название то есть обозначал номинировал те или иные предметы вещи в соответствии с их сущностью то есть мы и сейчас не знаем почему та или иная вещь предмет называется тем или иным образом договорились лишь до того что наш естественный человеческий язык и семиетическая его оформленность не мотивирована то есть мы можем переозначить слово назвать предмет назвать вещь по-другому от этого ее сущность не изменится вот на уровне этого искусственного использования на уровне этой конвенциальности мы и работаем а вот понять и вернуться вот к этому сущностному аутентичному номинированию вещей это задача которую я и поставил да ну смотрите как получается ведь есть лингвистический подход когда у вас получается есть некий настоящий идеальный язык и есть наш человеческий язык скромный и несовершенный между ними и зазор это лингвистический подход это подход ученого потому что и то и то понимается как две предметные данности но Антон говорит совсем о другой вещи что существует некий принципиальный зазор между непосредственностью бытия и между отношением семью с собой я фиксирую что никогда не в состоянии будем поименовать какие-то вещи какие-то области бытия адекватным им способом и весь пафос выпускает чтобы найти обнаружить открыть эти области почему здесь поименовать и решить тем самым проблему вот этой нарочитой стейнтизации когда мы используем язык физики или математики пытаемся эту вещь искусственным образом поименовать осилить выявить ее сущность когда мы возводим например корень из двух степень 2 разлагая наслагаемую операцию получаем корень из двух умножить на корень из двух это еще получается 2 то есть непонятно что умножаем на непонятно что и получаем понятно что то есть вот математически символ на это нам понятно сущностно антологически лингвистически это непонятно то есть два иррациональных числа умноженных друг на друга дают рациональное число 2 на этом уровне идет речь да а мы мы-то пытаемся перевести разговор на другой уровень не в том смысле что у нас и что проблема языка связана проблеме наименования двух стойностей тот стойность идеальная стойность как вы говорите бытие некая наша запаздывающая стойность речь идет о некой принципиальном отношении которое носит бытистный характер мы же понимаем что бытие или существование не сводится к чтойности ни в коем случае вот сегодня упоминался Хайдеггер вот мы пытались развивать точку зрения в свое время что само само по себе бытие бытие предмета есть не что иное как форма молчания языка это место когда язык уже у нас иномерится наше все впечатление уже повернуто языковыми структурами и мы ничего ни слова ни минуты ничего не сказали но предмет уже есть именно потому что язык молчит в нем ведь это ваш пример напоминает вот самый канферский черный ящик и мне он тоже близок потому что он не напоминает черный ящик почему потому что вот смотрите вы все время подходите к этому разговору не как философа как ученый то есть как линвист для вас вы опять опереживаете какой-то чтойности отсюда ваш черный ящик мы-то полагаем что между ними есть некая принципиальная сущность то есть бытийственная характеристика сущность отличается от существования мы говорим о существовании существовании это то в чем нету казалось бы на первый взгляд и на второй тоже нету чтойности то есть нету вот этой ситуации правильного языка и неправильного языка это не важно как это здесь это называется но нам нам-то просто кажется что почему термин антиязык является здесь избыточным по той простой причине что этот принципиальный зазор между непосредственностью бытия и отношением меня к себе опосредуемая знаком между ними вот эта принципиальная вещь она неустранима на языке различного рода языков различных семантических систем и какого-то адамического языка или какого или еще она принципиально то есть мы говорим что это есть некая фундаментальная онтологическая структура о боже наверное опять себе быстрее сказал что другими словами вы хотите сказать что не Адам ну если мы берем эту разную фигуру не Бог он в состоянии поименовать то что он создал адекватным образом без задержки только если там полагает само наличие слова это уже говорит о задержке не то что даже задержка задержка скорее всего лишь одно из способов описания действительности далеко не самая удачная но наша ситуация что мы как только вступили в отношение места утратили непосредственно сбытия вступили в отношение с собой посредством знака то мы задали некую фундаментальную структуру от которой мы как от некого поклятия избавиться никогда не можем да сама задержка может быть разной с разной долей погрешности если вы говорите о том что нас эта погрешность устраивает или эта погрешность константная изначально то это еще надо доказать потому что наряду с принципом изначального опоздания есть принцип изначального движения слово задержка тоже не особо важно это всего лишь один из аспектов той сущности которой мы работаем можно сказать так что такое задержка или изначальное опережение все это некий недостаток бытия неполнота бытия какая-то ущербность его так вот ведь в чем дело вы как-то сказали что не хотелось бы говорить на языке физикалист науки и так далее я за я за я просто хотел как бы уточнить что вообще в целом язык науки настроен направлен на то чтобы выражать вот это вот наличное присутствие полноту присутствия здесь сейчас так вот он как бы такой имеет внутреннюю установку и соответственно это единственная его может быть беда что он не сможет выразить то что вот как раз не до конца есть понимаете то что есть и не есть то что ну это не обязательно гигельское становление да это может быть след это может быть изначальное запазмение в общем все то в чем мы ежедневно живем вот в этой антологии именно отсутствие да в неполноте и в этом смысле получается что вот этот естественный язык он действительно богаче он действительно совершеннее потому что он он с этим справляется да благодаря своей вот в кавычке берем ущербности да и пишу я на естественном русском языке а не на антиязыке но это конечно чисто такая методологическая условность потому что мы используем понятие мета язык и вот язык но это не значит что мы говорим на языке когда мы говорим о мета языке да слова вроде бы из обычного языка но когда мы вводим этот мета язык когда мы говорим языке рефлексии то мы понимаем что вроде бы слова одни и те же звуки одни и те же но это разные структуры и мы их используем в разных контекстах по-разному но я бы не сказал что этот пафос только пафос науки мне кажется в науке он вообще давно-давно выгодится потому что современная наука она больше символьно-математическая и вот эта проблема погрешностных измерений она давным-давно похоронила все так называемые точные науки и сейчас вопрос ставится не о том ведь есть ли эти космологические константы как их высчитывать а вопрос ставится о том выразимы ли они в целых рациональных числах или невыразимы то есть ваш этот подход трактовки изначального опоздания он мне конечно понравился но тогда мы должны вводить все таки противопоставление бытия и сущего вот в сущем эта ущербность как раз и есть а вот если она в бытии которая всегда понимается в противопоставлении этому сущему этому наличному который мы не можем даже в этой наличности ухватить если мы полностью размываем бытия сущая тогда речь идет только о настройке этой оптики вы же не будете подзорной трубой изучать наномир или глазарь то есть оптика везде разная и степень погрешности везде разная поэтому минимизация этой степени погрешности и констатация того что эта степень погрешности никогда не будет устранена и никакими усилиями нам не удаться адекватно наукопично выразить то что мы хотим вот в этом и состоит задача антиязыка найти эти области показать описать и выйти на разные проблематики которые существуют в разных науках потому что мой подход не чисто лингвистический он скорее лингвоматологический там и математические проблемы и физические и химические и какие угодно давайте вернемся к начальному вопросу который задавал Игорь частички анти антислово я понимаю что сама эта терминология она очень условна если мы говорим о неком средневековом слове или слове которое это не антислово это можно сказать не это слово то есть никакого противопоставления как бы не чувствуется и можно сказать ну это будет сверх язык и сверх слова но не анти но физики же используют понятие античастицы да античастицы там понятно что чему противопоставляется там есть противопоставление но ваши примеры слов антислов это было не противопоставление нашим словам а всего лишь ущербные какие-то слова о которых мы можем только условно говорить как о словах но не анти откуда возникла приставочка анти нет ущербные это в классической филологии а у докладчика у него они как раз сверх все вот они как бы лучше чем обычно нет примеры были приведены слов которые мы только по начертанию не знаем как произносить были тоже приведены пример как антислов да да я понимаю что нету слова неизвестное слово но не анти и антиязык значит он все-таки язык если он язык значит он все-таки семантическая система которая устраняет с одной стороны описывает эти недостатки изъяны а с другой стороны вырабатывает методы по устранению этих изъянов здесь еще один есть такой вопрос эти изъяны они как бы не объективны как таковые то есть я смотрю на вас вы смотрите на меня мы все смотрим на мир и называем своими словами называем то что видим вот в одной точке разными словами и устранить это невозможно ни пропущий языков ни языка ничего поэтому как бы если мы найдем одинаковое слово такое истинное слово кто будет арбитром который будет так сказать фиксировать что различие устранено да то есть между вашим и моим пониманием допустим что есть это есть некоторое различие но нужен третий который будет фиксировать что наши как бы различия ну не устранить это потому что третий есть поэтому и не устранить а вот эти еще друг другу я об этом и говорю да что кто будет арбитром да то есть нужно же понимаете чтобы был какой-то аутентичный язык нужна позиция какая-то вне схватки да есть понятие когда я хочу адекватно выразить свою мысль и для меня это адекватный язык и вот другой язык адекватен хорошо давайте ну я просто понимаю о чем говорит Александр он же исходит из своей концепции и он говорит сейчас на уровне того самого индивидуального языка который по Энгенштейну невозможен но который я тоже кое-где постулирую то есть я понимаю что свой внутренний ментальный мир вы не скоррелируете с внутренним ментальным миром другого человека но в таком случае любая коммуникация любое понимание между людьми было бы изначально невозможно а оно возможно именно потому что мы используем искусственно созданные знаки по договоренности которые откладываем более-менее какой-то среднестатистический смысл понятно что невозможно полностью все выразить и отобразить но и вы сами не в состоянии ваш внутренний опыт полностью выразить и осмыслить используя эти самые костыли изъяны ходули как угодно так только ходули есть ничего другого нет и не может быть мне вот интересно еще вот что есть разные ходули есть разные протезы есть протезы которые демонстрируют в провинции а есть протезы которые контролируются силой мысли и напоминают уже фотокиборг то есть разная есть протезы так у нас мысли не совпадают не только слова ну хорошо а вот такой еще вопрос по поводу погрешности да не раз звучало слово что можно приблизиться можно лучше выразить и так далее вот понятно что значит погрешность что значит близость смысла не смысла а близость чего-то к чему-то в точных науках есть число там есть число там вот эта погрешность она как бы ну вот сведена сведена к числу ее можно как-то измерять уменьшать действительно и так далее но когда мы говорим о выражении смысла мы в конце концов оперируем качеством да то есть вот одно слово обозначает за ним стоит один смысл за и вдруг мы как бы уточнили и стал за вторым словом второй смысл вот как мы их сравниваем да как как бы количественно так сказать сравнить эти смыслы и как убедиться что это правильная проблема потому что так называемые точные науки даже математика она не работает с качествами она работает с количеством поэтому то что она выражает в том числе рациональными или целыми числами к физической реальности не имеет никакого отношения а математические займуты уже анти-жаймуты предметов то есть она не работает с качествами поэтому в своих виртуальных построениях математика которая обогнала физику, и физика не в состоянии обслужить все эти математические модели. Нет, но тут вы не правы. Математика на 90% – это исключительно качество. И именно физика и другие приложения математики – это единственные выходы, в которых число возникает. Большей частью математик работает с качеством. Он определяет непрерывная сходимость, сходимость в сильном смысле, сходимость в слабом смысле. И эти вещи чисто качественно различаются, никаким образом не количественно. Но вопрос-то действительно остается. Вопрос связан с тем, что определенный научный пафос, который у вас присутствует, он реально реализовался только в этих точных науках, где есть число, и только благодаря чувству, по-моему, они так успешны. Больше не почему. Вот эта физика, современная биология, построенная на физике, химия – это единственный критерий. То есть не критерий, а причина. У меня есть хорошая идея. Вот есть два компьютера, есть протокол общения, и задержка только на скорость света. Вот, пожалуйста, готовый антиязык. То есть есть формальные числовые массивы, которые передаются и однозначно воспринимаются всеми компьютерами, находящимся в сети. Так вы хорошего оператора поставили за этот язык, понимаете? Поэтому он и стал языка-антиязыком. Машины-то хороши, понимаете? У них-то нет изначальной задержки в самой системе. Но это и дело, что готовый уже существующий антиязык. Но машины не означивают, машины не изобретают новые слова. Они обмениваются... А как только мы начинаем изобретать новые слова, он теряет статус антиязыка, чистоты. Потому что слово придумает один человек, а другие еще не знают. И вот та адекватность, та определенность, отсутствие задержки и непонимания тут же возникает. То есть либо одно из двух. Либо у нас есть и идеальный язык с порождением смыслов, либо есть идеальный язык, в котором невозможно никакого другого смысла. Нет, я здесь не перевожу проблему на многообразие, на контекстуальную многовариантность. Один вкладывает один смысл, другой в другой. Я говорю о принципиальной невозможности нашего естественного языка обслуживать тот окружающий мы, в котором мы живем. Ну или у них осталось... Хорошо, но наш современный язык позволяет нам порождать смыслы. И рождать что-то новое. Значит, он все-таки нужен одной из двух. Опять же, как по поводу новых смыслов и новых слов. Ну и костыли нам помогают, но это не полноценные конечности. Нет, но если мы устраним вот эти костыли неоднозначности, тогда мы устраним и само понятие языка как именно живого. Но вы же еще больше усугубили по проблему. Вы же сказали, что вот эта костыльность это в природе. То есть всем нам надо заняться членовоедительством и посадить себе эти костыли, которые мы и будем управлять сегодня. Могу поставить более строго вопрос тогда. То есть нам нужно что-то новое или не нужно? Если нам нужно что-то новое, если нам нужна новая поэзия, новая литература, новые понятия и термины философии, то тогда это новое рождается только на неоднозначности и неточности нашего языка. На непонимание. Когда мы не понимаем друг друга, тогда мы что-то порождаем. Если все адекватно понято, это все прекращается. Нет, с этим я не спорю. Но вот когда все это новое наизобретено и напридумано, появляется второе условие, это рефлексия того, что наизобретено и напридумано. То есть прояснение антологического статуса всего того, что нами создано. И здесь возникают большие подозрения, вопросы, появляется критика, сомнения. А так ли оно адекватно тому, что мы под ним поднимаем? А оно что-то неадекватно? Придумывать можно всего что угодно, да. Но надо же еще прояснить методологически, антологически, что мы сделали. Адекватно оно научной картине мира, религиозной картине мира, какого угодно картине мира или неадекватно? Мне кажется, что адекватен. То есть о ценности здесь говорить неадекватности, которая уже осела, а о самом переходе, о самом порыбе, о самом переходе в языковой структуре творчества. На самом деле оценка-то по-другому происходит. Вот смотрите, вы предлагаете следующее, что вот мы с Александром, допустим, вступаем в коммуникацию, и при этом используем какие-то новые слова, да, по ходу пьесы, что-то придумываем. Вот. И вы предлагаете после этого взять распечатку нашего разговора и проследить, насколько адекватно, правильно все было сделано. Нет. Критерием успеха будет то, поняли мы друг друга или нет. Мы можем как вот, знаете, в мультфильме там, бежит скруч-магдак, а за ним осыпается мостовая. Мы можем как бы по утопающим островам перепрыгивать, как по словам, да. Вот. Они будут все уходить под воду, эти слова, и дальше не значить. Это будут как раз следы. Это чисто прагматичный подход. Все, о чем мы договорились, если оно полезно, то истинно. Но если вы договоритесь дважды два считать пятью, то, конечно, вы договоритесь. В вашей системе координат это будет истинно. Кстати, если я не разочитаю, что это два равно четыре, то я буду всячески настаивать на том, что вы не правы. Нет, смысл не в том, что произошла конвенция. Смысл в том, что произошла коммуникация, да. Я не говорю про то, что мы договорились о каком-то смысле, а все остальные не договорились, но нам это не важно. Нет. Я говорю о том, что... Каждый из нас прибавил что-то для себя. Язык успешен тогда, когда коммуникация состоялась. Вот о чем я хочу сказать. Еще сказать. А не тогда, когда его оценили, ну, так сказать, холодным взглядом там. Давайте мы его оценили. Мы оценили язык, то есть мы оценили результат нашей коммуникации, уточнили, приняли все за-против, сделали адекватным. И что после этого мы сделаем? Закладываем в компьютер. И тогда у нас уже опять адекватное общение. То есть то, что мы приводим в некий статус адекватности и однозначности, объективности, оно закладывается в компьютер. И как язык теряет смысл, он становится антиязыком. А наш живой язык, который живой, он идет дальше, порождает что-то новое. Это действительно антиязык. Это застывший язык, выпавший от осадок после всех творческих прорывов. Ну, коммуникация это не аргумент. Договориться нужно всем, что угодно. Нет, не о договоренности, а именно о том, что вы призывали какой-то адекватности, научности, соответствия чему-то. Вот как только мы получим соответствие, это будет мертвый язык. Да, действительно, да, это будет мертвый антиязык. Прекратится речь просто, и все. То есть язык может быть останется, а речь не будет. Но общаться больше не будет. Ну, книги... На каждую тему-то она может поговорить только один раз, единственное, и все. Есть маленькие вымещения. На самом деле, есть же проблема абсолютного. Сейчас, как из разговора, выясняется, что этот антиязык, это некая абсолютная структура, которая абсолютно адекватно, анатомический язык говорится. Но ведь мы же понимаем, что ничего абсолютного не бывает. Мы понимаем, на самом деле, что мы живем в относительном мире. И как можно в относительном мире... Да, мы знаем, что это парадоксы, которую мы сейчас слов произносим, даже не осознаем, что мы произносим. Ну, все правильно. Но они заложены в нашем мышлении. То есть, скажем так, идеальный абсолютный язык, ему соответствует идеальное абсолютное мышление. То есть не может быть с нашим мышлением, с нашим текущим мышлением, которым соответствует наш язык, абсолютного языка. То есть приближаясь к тому абсолютному языку, мы приближаемся к абсолютному мышлению и к концу мира. Ну, нет, или иными словами, да, чтобы говорить, очень нелепо создать язык Адама, не став при этом Адамом, да, то есть надо сначала нам как бы стать богами, и тогда мы сами естественным образом начнем говорить на языке богов, все означает, да. А мы хотим как бы вот с помощью подпорок, как киборги, да, завестись таким языком, да, но сможем ли мы говорить? Нет, а что такое вообще тогда язык? Вы уже бог. Это неплохо. По сути, я поставлю, что нам не бога по этому. Ну, все правильно, да, да. Но это процесс бесконечно. Это, поэтому кто-то мирится с текущим моментом и придумывает разное слово, куда идти дальше. Коммуникация и точка. Мне кажется, там многоточие и куча вопросов. Да интересно, что бог же не пользуется языком. Это Адам давал. Да, да. Адам давали. Это манечка звука. Я не знаю. А вот, когда я читал... Так, ребят, 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 мы встали все по-корому говорить. У меня как бы возник образ некий антиязыка, но как, скажем, промежуток, какие-то зазоры в языке. То есть, когда мы произносим два слова, три слова, мы ими очерчиваем что-то, те слова, то есть, какое-то идеальное слово мы ищем, но оно никогда не станет словом. То есть, мы как бы понимаем, что что... Надо понять, как антиязык. Но мы их опять назовем, а он перестанет быть антиязыков. Ну, это, да, один из аспектов. Главное, понять то, что подводная часть айсберга, она многократно превышает то, что мы сейчас используем, то, что мы в будущем будем использовать. У меня такой пример сейчас возник. Вот представьте, я более 15 лет занимаюсь родословной и, в том числе, ДНГ-генеалогией. Пару передач видео у вас на «Келозавском штурме». Вот такой пример из генеалогии. Например, вы находите в архиве первоисточник, там, ревизию какую-нибудь, «Исповерную роспись», где перечислены ваши прямые предки. То есть, одна деревня, все родственные связи, близкие. Но никаких документальных подтверждений, что именно вот данные люди, данные именно собственные, которые они имели, являются вашими прямыми предками. Вот статус этих имен собственных как слов в языке в вашем составе родословной каков? Ну, не анти, уж точно. Не анти. Ну, неопределенность некоторая. Неопределенные. То есть, доказать вы не можете, но предполагаете, что именно они являются вашими предками. Ну, не используйте... Опять же, не из области абсолютно, не из области идеального. ...из области идеального. То есть, вопрос ведь не в названии этих терминов, а в той сущности, которую они описывают. В каком статусе? Предположительный. Ну, вероятный, вероятный, вероятностный. На ваш вкус. Ну, не анти. Вероятный. То есть, слова, обозначения, имена ваших предков есть, они документально зафиксированы, но подтвердить или опровергнуть это вы не в состоянии. То есть, вероятность, конечно, тут как-то вычисляема, но... Да. Получается, вы не на свои предковы знаете. Ну, не ставить задачу, философскую задачу, искать как философскую цель, расследовать эти слова и узнавать, это как бы не из области философии. Это как-то такой пример... Которую я нашел в том числе... Да, и опять обращаю внимание, и опять вы уходите на язык, в терминологию чтойности. На чистую чтойность. Без всякого рассуждения о бытии. То есть, не философская позиция? Да, не философская позиция принципиальная. А в чем она не философская? Ну, потому что, в любом случае, уснаемы, это будут обычные чтойности, обычные слова обычного языка. Здесь вопрос не в том, что... Мы не узнаем, тут позиция принципиальная, мы никогда не узнаем. Ну, допустим, историческое, ну, скажем, то же самое, что говорится о динозаврах. Мы можем обсуждать философские, были они, не были, насколько... Но, в любом случае, их кодологический статус такой же, как теперешний крокодил. Нет, допустим, взять пример с родословной. Ведь, когда вы получаете такой исповедальный список, да? Роспись. Роспись, да? Вот. Мало того, что там перечислены имена, которые могут быть ошибочными, да? В них можно сомневаться. Там же перечислены и вообще, как таковые предки, да? То есть, их могло быть два, могло быть три, могла быть там где-то сестра, где-то брат. То есть, речь идет не о том, что под вопросом, так сказать, вот, именования, а речь идет о том, что под вопросом существования, вот, такого-то списка людей, да? И, вот, эта информация, ну, то есть, насколько здесь существенны вообще разговоры об этих именах, понимаете? Был он Иван или Петр? Да неважно. Он все равно сущим, а не обычным, скажем так. Но то, что он был... Ну, для меня, для человека, который изучает и хранит память об этих именах, для меня это важно первостепенно. Для меня важно узнать, что он именно Иван, а не Петр. А если мы перейдем на язык ДНК генеалогии, то вопрос станет по-другому. Я считал себя представителем одной фамилии, когда я сделал анализ, и у меня выявилась другая группа. Вся моя генеалогия и вся моя тревесность разрушила. Жизнь рухнула, да. Проблемы только множатся. Проблемы множатся из-за... Но это не языковые проблемы, это не философские. Это проблемы, с которыми работает Шерлор Холлс... Нотариус. Да, нотариус, Шерлор Холлс, кто там еще... Патолог-анатом, кто угодно может... Нет, ну просто как-нибудь... Человек, интересующий генеалогии тоже. Человек, интересующий генеалогии. Скажем так, разница здесь хрональная. То есть несколько столетий назад что-то было. А искать, значит, понятие территориальное. То есть я могу не знать кто-то в той комнате. Перейти, посмотреть, узнать его имя, узнать его ДЛК. То есть это те проблемы, которые являются проблемами только потому, что прошло время. Но это не философские проблемы, действительно. Да. Это вот вопрос о шифрововании писемности приящих человечков у Карандоа. Очень интересный и важный вопрос. Это всего лишь те примеры доходчивых, которые я могу привести. Потому что вы полное ощущение, что постоянно ходите по кругу чтойности. Вы никогда не покинули этих пределов. Ну вот я поясню свое понимание, что значит ходить по кругу чтойности. Вот именно постановка вопроса такая, что мы должны получить вот этот идеальный абсолютный язык, который выражает в полноте своих бытия и в полноте своих выражает наличие. Вот она и вводит по такому кругу. Почему? Конечно. Потому что она тем самым отрицает вот эту вот разнообразность и содержательность бытия. Что, внимание, да, что может быть много разных способов бытия. И быть можно по-разному, да. Вот можно как бы полноценно быть, можно неполноценно. Вот. Ну, собственно, там весь Хайдегер об этом. И получается, что вот этот язык, он может выражать только, то есть может отображать только определенный срез мира. Вот. Который вот существует вот таким наличным способом. А все остальное нет. И вот разговор о вот этом различии, это разговор о бытии. А разговор о том, чтобы чтойность передать как в соответствии с ее чтойностью, да, то есть не исказить. Это разговор действительно о сущем, то есть о чтойности, об определенности. Давайте я защищу философию антиязыка. Да. Вот. Я понял, в чем здесь секрет, не в чем... А мы уже защищаем, понятно? Нет, нет, нет. Проблема в том, что мы обсуждаем антиязык. Антиязык. А нужно обсуждать философию антиязыка. А это две большие разницы. У нас есть философия языка и, скажем, философия антиязыка, это не философия предмета этого антиязыка, а это философия антифилософии языка. То есть когда читаешь книгу, то есть ты видишь все проблемы и языка, и все проблемы философии существующего языка. И как направление исследования, это очень ценно и интересно. Не как продукт... То есть цель не в том, что создать и описать абсолютный язык, антиязык какой-то, а именно вот именно перевернуть существующий язык и с точки зрения противопоставления существующей философии языка. То есть, скажем, это был лингвистический поворот, а это антилингвистический поворот. Он не ведет никуда в другую сторону, он просто показывает бессмысленность лингвистического поворота, скажем так. Да, ну, по поводу чтойности тоже можно сказать. По-моему, у вас какое-то ругательное слово. Я, видимо, не присутствовал при событии, когда эта чтойность была скинута со всех педесталов. Ну, вот цитату вам одну хочу привести. Значит, философскому исследованию придется отказаться от философии языка, чтобы спрашивать о самих вещах. И оно должно привести себя в соответствие концептуально проясненной проблематики. Ну, вот если эти слова Хайдеггера вам кажутся какими-то наивными и уже преодоленными, ну, это одна позиция. Я пока что стою на этой позиции. Спрашивать о самих вещах, а не о том, способствует эта коммуникацию, тем хуже для вашей коммуникации, тем хуже для вашей коммуникации. Смотрите, очень важно еще Хайдеггера правильно понимать. Спрашивать о самих вещах, это что значит, ты спрашиваешь? Спрашивать о сути бытия. То есть, что делает Хайдеггер? Вознабравляет разговор о бытии. А спрашивать о самих вещах, это не означает, что какую-то у них особую чтольность делает, узнает, что перед тобой лежит, из каких фермионов, из каких бозонов он состоит. Или Петр, или Иван. Да, или Петр, или Иван, в коем случае. Вещи завалены языковыми формами. И надо их расчистить и обратиться непосредственно к вещам. К вечности как таковой, допустим. То есть, именно к бытию. Хайдеггер именно поэтому вознабравляет разговор о бытии, а отнюдь не прячь то в поговорочных. То есть, это не значит, что язык надо отбросить, это означает, что язык надо как бы, ну, действительно, немного очистить. Язык надо войти. Да. И обратиться уже со женщинами. Даже Адам вынужден был начать с именования, а не с феноменологии. То есть, вначале надо адекватно поименовать то, что вы будете дальше изучать. То есть, различать не надо, да? Различать. И сущностью этих вещей, с этой чтойностью, а не ради какой-то там коммуникационной конвенциальности. Мне не очень понятно. Это задача феноменологии. Сначала различить. Различение увидеть, а потом уже различенное поименовать. Так коммунативная конвенциональность, да? Ну, мы не за. Да, вот. Мы этим уже даже вообще вопросов не касаемся. Мы же говорим совсем о другом. Понимаете, да? Тут есть еще интересный момент по поводу вот этого адамовского языка, вот, и абсолютного языка. То есть, получается, что вот есть образ такой, ну, как бы... Понятие вавилонского языка. Да, да, вавилонского. Понимаете, в этом соблазн какой-то присутствует. Такой опасный, что ли, да? Нет, честно говоря, я вообще этого не понимаю. Нет, может, ты же не видишь, что такое язык есть. Ну, не просто. Вот есть стол, да? Если я назову его стул, и мы все будем называть его стул. Ну, и какая черта разница? Если я животное назову не лев, а лайн, или еще... Да, но есть в разных языках предметы... Но проблема не в том, с точки зрения докладчика, а в том, что вы всякий раз опоздаете. Нет, нет, нет. С точки зрения докладчика, вот язык Адам, он совершенен еще и в том смысле, что там присутствует для каждого означаемого специальное какое-то означающее, да? То есть, вот это имя, оно не случайно, а вот... Ну, это не просто иллюзия, это ведь как бы что-то архаическое такое. Да, это происходит откуда-то из такой философии языка, но древнейшей, когда вот действительно имя понималось, что можно дать в соответствии сущностью. Да, ты говоришь имя, и на самом деле берешь сущность сразу. Да, 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 это мы понимаем. Это как с аналогичным доказательством Батья Божьего произнести... Да, да, это все называется перформативной коммуникацией, перформативной номинацией, когда вы самим названием, самим озвучиванием уже осуществляете действия и создаете какую-то сущность. С этим не сходим, да. В какой словесной форме Бог дает откровения верующих? В какой форме? Ну, в текущем языке... Нет, Бог дает не верующих, Бог дает пророку, а потом пророк уже доносит до верующих. Да, да, но вот пророку в какой форме он теперь поносит это откровение? Видимо, понятный. Ну, понятно. Не скажи, не пророков не так много. Нет, Бог же говорит, получается. Что? Бог же говорит? Нет, не говорит. Я не думаю, что говорит. Просто вдувает, что ли? Ну, прозрение... Прозрение вот, ну как? Нет, господа, все-таки как Бог дает пророку, это просто атомический язык, это не научная фантастика. Нет, ну почему? Почему? Так говорит современный пользователь языка, который даже уже не в состоянии вернуться к тем творческим временам, когда конкретный человек, конкретный охотник называл, произносил первое слово, так называемый пуск слова. В современной поиске писатели частично обладают этой возможностью и оставляют после себя эти уникальные слова, эти уникальные концепты, понятия обычному человеку в этом смысле. Естественно, приходится довольствоваться той самой вторичностью готовых смыслов, придуманных за них значений, и почувствовать эту творческую роль вот перформативного означивания мало кому удается. А она как раз подводит нас к тому, именуем ли вы аутентично или не аутентично, или, с той людьми, говорит, погрешно. Если вы переводите язык, мне это очень понравилось, на то, чтобы само бытие поставить под вопрос, то я ставлю его под вопрос. Просто я сейчас в одном докладе не в состоянии все охватить. Какие-то моменты я упускаю или подзабыл. То есть, кто вот, честно признайтесь, прочитал книгу целиком? Я ее вообще не видел, к сожалению. Я ее только немножко почитал, увидел большое количество ссылок на авторитеты, а больше которых я узнал впервые в существовании из этой книжки, и просил ее читать. Я выборочно просмотрел, по поиску, по некоторым словам. Можно что-то почитать, да? Маленькое замечание еще по делу, но действительно, в древности язык воспринимался по-другому. Вот мы знаем, например, что название города Рим долгое время скрывалось. То есть, на самом деле, нельзя было как бы открывать врагам это название, потому что, зная это название, может было причинить городу какой-то вред. То есть, была такая вроде магия, да? То есть, на самом деле, проблема-то это есть, да? Что язык, раньше, воспринимался как-то онтологически, да? Зная слова, ты мог, на самом деле, внедряться в существе вещей. Теоргия была такая, и даже специальная наука, да? А сейчас такого нет. Сейчас у нас слова как-то нивелировались, да? Они вроде бы... Да, сейчас сплошная коммуникация. Мы обмениваемся сейчас пустыми знаками. Каждый из нас под этими словами понимает что-то свое. И вот эта видимость и прагматичность коммуникации обеспечивается только тем, что каждому надо выговориться, каждому надо сказать слово, чтобы не остаться в дураках и не показать своего пускоку. Да, мы говорим на антическом языке, и в этом наша вся ущербность. Ну, в общем... Они не могут пустыми знаками. Вот у меня есть собака, она знает всего одно слово. Этим словом я могу выразить ей порядка семидесяти предметов. Это просто слово, ну. Я просто его произношу в разной интонации. И она понимает, злой я или добрый, или там, что я от нее хочу. Хочу, чтобы она мне тапки принесла там, или там, хочу, чтобы она пришла и поела там на курсе. Как бы... И что проблема? Всего одним словом я уражаю. Ну, я говорю, что я не могу... Что это не может быть пустое выражение, да, вот как вы сказали. Ну, надо понимать, что на вербальную, на слабиресную коммуникацию, от всего объема коммуникации, в которой мы в данный момент находимся, статистически приходится 20-25%. Все остальное мы воспринимаем другими органами чувств, другими невербальными средствами. Поэтому, естественно, для собаки ваш сигнал, какое-то человеческое слово, не означает ничего. Это сигнал, она, конечно, больше реагирует на ваше настроение, на вашу интонацию, на ваши какие-то там, внешние проявления. А вы заставьте переучить свою собаку и другим словом попытаетесь потребовать в нее какой-то... Ну, то есть вместо команды фас используйте противоположную команду и заставьте ее переучить. То есть сначала обучайте собаку одной команде, одному сигналу, а затем, когда она уже научится, постарайтесь ее переучить противоположной команде. И она сойдет с ума, и у нее... Ну, все, спасибо. Но ее сигнальные системы этого не перенесли. Огромное спасибо. Наверное, вы подошли к какой-то точке. Первый опыт у нас со скайпом. Ну, в принципе, нормально. Как вам общалось? Первопроходцы такие. Да. То есть вы частично видите нас, да, и слышите хорошо тоже. Ну, кстати, без задержек, оказывалось. Ну, в начале, где-то на пятой минуте. Когда вы за задержку начали говорить... Это я запись включил, запись тормозить стал. Я выключил запись. Нет, у нас нет записи на компьютер. Нормально. Нет, у нас есть.